В нашей студии сегодня маленькие звездочки инстаграма Рамина и Ранель Алмаз. Здравствуйте, девочки. Рад вас видеть. Ну и мамочка, соответственно. И мамочку зовут Алина. Алина, очень приятно. Доброе утро. Мне приятно, что вы привели своих дочек, которые радуют нас в инстаграме своими сценками. Назовем это сценками. Скажите, пожалуйста, Алина, кто разглядел творческие задатки в ваших дочерях? Кому пришла идея вашему мужу, вам наставляться в инстаграм? Да, вообще у нас Рамина, как начала говорить, мы сразу стали ее снимать, потому что она очень необычно разговаривала. В год она уже связывала слова. И мы все время это снимали и закидывали на компьютер. Это бесконечное облако заполнялось. И мы просто со временем завели страничку, мою личную. Вот. И там мы выставляли ее видео, как она ходит, что говорит. А потом у нас стало больше и больше поклонниц еешних. И говорят, заведите, подписчики, заведите-ка вы страницу ребенку отдельно. Так вот мы и начали. Слушай, Алина, а случайно это не то самое видео, которое сейчас гуляет про замужество? Да, да. Ну да, это есть. Вау, просто. Ты видела лицо, да? Да, да, да. Вы просто порвали всех девочке. Вот настолько взрослые у вас мысли по поводу замужества, как я вас понимаю. Так это было вообще постановочный кадр или нет? Нет, это мы, вообще мы в доме живем три поколения. И вот у нас бабушка, прабабушка, и каждый о своей жизни рассказывает, и ребенок... Так если прабабушка, четыре поколения? Четыре поколения? Прабабушка, бабушка, вы и еще дочь. Четыре поколения, да. И вот каждый рассказывает о своей жизни, и ребенок, соответственно, растет с таким мышлением. А, вот, это все от бабушек. А вообще я бы сейчас поговорила с вашими дочами, потому что я знаю, что вы говорить просто мастера. Да, у вас это очень хорошо получается. Рассказывайте, нравится вам быть популярными? Да. Да. Сладкая. А вообще вас узнают на улице? Да. Ну, да. Мне кажется, даже стесняются, да, люди подойти, вот бывает такое, ну вот. Нет, у нас вот кто бы даже домой не заходил, если заказываем еду, или вот заходят и прямо, ой, я тебя знаю. И Рамина такая сразу, как классно. Слушай, а вот вы сейчас в садик, да, наверное, ходите? Куда-то. В садик не ходите? Нет, ну, сейчас. Я в школу, в первый класс. Тебе сколько лет сейчас? Семь? Мне семь лет. Да ты что, какой молодец. Тебе когда семь лет исполнилось? Недавно? Летом, в июне. Да ты что, ты июньская, ты у нас большая уже девочка. А сколько тебе, Ронеля? Пять. Пять тебе? Ух ты маленький. Скоро в школу пойдете, это через год, наверное, да? Ну, рассказывай, как тебе в школе вообще? Первый класс вроде пошли, да, ходили в школу? Нет, у нас дистанционное обучение. А, первый класс тоже дистанционное? Подождите, а сейчас, кажется, с марта пошли же уже в школу. Нет. Первый по пятый класс? У нас до сих пор дистанционное. А, у вас так дистанционное? Ну, рассказывай тебе, как тебе первый класс в школе? Вот такой необычный. Ну, хорошо. Все понравилось? Ну, нравится тебе? Да, очень нравится. Я люблю особенно русский и математику, потому что я их самые первые уроки делаю. Рамиль, я не понял, получается, она еще в школу не ходила вообще-то вживую, скажем так, туда, в класс? Нет, не ходила. Прямо с первого класса как пошла и все. Ты еще не знаешь, что такое классная дружба, что куча друзей, подружек, еще ты его не знаешь, да? А мне кажется, и так есть подружки, да? Ну, в плане... Нет, подружки там рядом, а классные подружки нет уже. Из-за этого ходили в развивающие центры, там тоже, вот, как они в классе сидели, то есть с этим все нормально. И, получается, утренники были, мы встречались с классом. Ну, слушай, вот у тебя очень взрослые, правда, мысли, я не шучу, это действительно так, и очень мудрые мысли. Скажи, вот, как ты относишься к замужеству? Вообще-то, ты вот в будущем собираешься, я объясню, те, которые вдруг не видели видео, там как раз вот, видео, которое бомбануло, это как раз-таки про замужество. Ранель. Да, Ранель собиралась замуж, да, она говорит, ну, типа, я замуж выйду, да, что-то такое. Нет, наоборот, не пущу говорить тебя замуж тоже. Ага, ну, расскажи, то есть замуж вы не собираетесь, да, вообще в будущем? Ну, нет. А что там, а что, не нравится? Еще худеть ради него, мне это надо. Чего делать? Худеть ради него. Худеть ради него, согласно. Да ты что? Я же говорю, мудрое делать. Худеть, а что еще ради него нужно делать? Чай наливать, готовить пока на работе, упираться. Подожди, а вот он же что-то для тебя тоже будет хорошее делать? Лежать будет. Что будет делать? Лежать. Лежать? Да нет, неправда. Цветочки, да. А я вот провокационный вопрос задам. Вот скажи, пожалуйста, откуда ты думаешь, что в будущем твой друг, скажем, будет лежать на диване, ничего не делать? Кто так делает у тебя в семье? Что ж ты твой... Вот дипломатично. Просто задумывайся. Нет, ну просто так интересно. А что ты делаешь? Папа? Не отвечай. А кто? Вот умничка. Папа просто у меня уставший. Уставший? Ну, действительно, потому что ты понимаешь, почему он уставший? Потому что он работает, чтобы у вас все было, чтобы вот такие вот красивые наряды вы одевали. То есть он лежит на диване, потому что он отдыхает. И чтобы, знаешь, для чего? Чтобы дома был чай, который ты будешь наливать. Оба! Как, да? Мы поменяли, теперь замуж захотелось в будущем. Ладно, остарайся при своем мнении. Ну ладно, что ли? Какое замужество? Да еще ребенок, в конце концов. Мне кажется, нужно говорить о детстве, да? Скажи, пожалуйста, вот ты занимаешься вокалом и танцами, да? Да. А что тебе больше нравится, танцы или вокал? Ну, больше танцы, потому что я люблю тренировку, танцевать, упражнения делать. А какие танцы ты любишь больше всего? Хип-хоп. Хип-хоп? Ого, покажи пару движений, хип-хоповский. Ого! Вот это, вот это да! Ты крутой вопрос. А кто тебя научил? Так прям там научили, да, в этой секции, да? Да. А вокал? А вокал, я там любые песни пою. А какие любые песни любишь ты больше? Из любых песен? Ну, вспомни хотя бы одну песню. Что вы пристали, да, ко мне? Ну, не хочу сейчас. А ты? Манки. Манки? Ну-ка спой. Ну-ка спой. Да. They say, о, маль, я-то, see the way you shine. Take your hand, my dear, listen in my high. You know, if you stop me, get us, I will start see I. I know what, you see, that she's fun both time. Круто! Классно, классно, да. Ну а сейчас вас ждет небольшая реклама. Ранель, а ты чем любишь заниматься? Танцевать или петь? Что тебе больше нравится? Петь. Петь. Она такая принцесса. И какие ты песни любишь? На английском языке или на казахском, или на русском языке? На английском. Ты тоже поешь на английском языке? Ну-ка, спой мне хотя бы один маленький куплетик. Ну, приставучий, да, какой? Ну, давай. Она на английском не знает. Ну, мама, спойте вы. Бэйби и Шайк, да, наверное? Нет, она в основном такие поет. За Роминка то, что повторяет. А, то есть уже современно. Любочку она поет у нас. Как? Любочку песню. Синенькая юбочка. Любочка синенькая. Да. Синенькая юбочка. Та-ра-та-ра. Может, спой? Синенькая юбочка. Ленточка в косе. Кто же знает Любочку? Любочку. Любу знают все. Девочки на праздники Зажерутся в рук. А как танцует Любочка? Ли-бе-ли-бе. Море-а-море. Ли-бе-ли-бе. Молодец. А Рамина сидит подсказывает движение. Какие слова нужно пить? Молодец. Мне аж на стол захотел встать. Ли-бе-ли-бе. Ли-бе-ли-бе. Ну, это мы такие мамочки. Да, да, да. Вы вообще специально не подготавливали, да, я так поняла, девочек, на актерское мастерство не вводили. Вот делают они то, что делают, да? Нет, мы вообще в трех... Когда я была четыре, да, четыре, отдали ее в модельную школу. Там было актерское мастерство, там она более еще круче раскрылась, так сказать. У нее вообще нет ни стеснения, ничего. Она у нас такая... Не зажатая. Эмоциональная, не зажатая, прямолинейная. Это правда круто. Это действительно заслуга родителей. Я восхищаюсь теми родителями, которые так воспитали, так, я не знаю, как-то преподносят мир детям, что они ничего не боятся. Они не боятся раскрыть свои чувства. Это правда здорово, я как мама понимаю. И вот с дочей моей получилось это вот сейчас бы сыном тоже, чтобы вот прям открыть миру доверие, но в порядках разумного, да? Да, да, да. Здорово. А вот как вам вообще, девочке, нравится сниматься? Мы тут. Нет, она вот все, она... А, там просто она видит себя, да? Скажите, вам вообще нравится в Инстаграме вот эти вот ролики все снимать? Вы в ТикТок, да, наверное? Мне очень-очень нравится. Особенно Инстаграм и готовить мне нравится. Так вы еще и готовите? Да. Вот вы прям сами или вам мама чем-то помогает? Нет, мама не помогает. Мы сразу что-то с Ранекой говорим, и маму сразу камера включается. Или она скажет, подождите, и мы сразу снимаем. А, то есть это действительно зачастую импровиз, да, ну в плане? Да. Она говорит, а знаешь что? Я такая, подожди, не теряй мысль. Я сейчас... Сейчас засмеиваю за камерой, да? Я сейчас, да. И вот она иногда как ляпнет, все. Это вот как только... Вау, ты посмотри, какие вот грандиозные, просто талантные ребенка. Ты так потягиваешься с утра? Нет, гимнастка. Так еще и гимнастка. А то я думаю, ты с утра в мастерстве так становишься, ногу так потянешь. Обычно люди все вот так вот тянутся, а ты прям ногу так затянешь. На художественной гимнастике уходят. Алина, да, я тебе скажу, что ты вот как мать просто всесторонне развила детей. Ну, естественно, скажи, пожалуйста, вот сейчас вот мамочки смотрят. Вот у кого-то прям совсем груднички, кто-то планирует стать мамой. Как разглядеть в ребенке, как не упустить этот момент, либо как развивать? Может быть, какие-то советы ты подскажешь? Ну, я в первую очередь всегда говорю, нужно ребенка слышать, слушать. Вот что вот, например, не так вот ты будешь той-то, той-то, да? Я вот у Рамины всегда спрашиваю, Рамина, кем ты хочешь? Она у нас каждый день кем-то хочет, правда, стать. И меняется, да? Да, каждый день кем-то хочет стать. И вот мы прям строим уголок, да? Вот она сегодня доктор, мы там оборудуем, что она доктор. Парикмахер, физажист. Да, вот. И мы с ней как-то вместе это играем, что-то записываем, что-то делаем все вместе. Я ее понимаю и всегда стараюсь быть другом больше, чем мамой. А еще мы знаем про проект «Лучше всех», на который вас уже пригласили, да? Пригласили нас еще год назад. Но мы улетели, начался коронавирус. А, вы не смогли полететь туда, да? Нет, мы полетели. Мы полетели, все у нас, отрепетировали мы. И получается, вот съемка должна была состояться, начался карантин. И нам пришлось вылететь домой-обратно. Но сейчас же можно, в принципе, это сделать? Мы сейчас, да, мы постоянно держим связь. То, что как только так мы вылетим. То есть вас пригласят в любом случае? Да. А она сказала, что мы уже в программе. А вот там она, видно, в программе будет что показывать именно будет? Готовит она. Готовит будет, да? Да, готовит. Ну, слушай, ну как вот, знаешь, палец в рот не клади. Я думаю, это будет один из самых вот просто... Лучших выпусков. Особенно казахстанцы любят своих соотечественников поддерживать. Однозначно это будет сейчас везде. Все репосты, благодаря репостам я узнала девочке о вас. Это вот это вот видео, которое меня прям зацепило. Я несколько раз посмотрела, думаю, ну как девочки в таком возрасте могут так взрослым мыслить? И так смешно, по сути. Ну вот взрослые вот такой вот вайн не запишут никогда. Да, вот импровизом будет это или нет. Вот только у детей получается. Это искусство. Скажите, Алина, вот вообще, кому пришла вообще, кому приходит вообще в голову, вот некоторые, я понимаю, что что-то где-то импровиз. То есть где-то происходит все это неожиданно. Вы берете камеру, бежите за ней и включаете ее. А иногда все-таки есть какие-то сюжеты, которые вы придумываете сами, наверное. Да, вот у нас некоторые были именно вайны. У нас есть ролики, например, вот мы на карантине снимали. Чем занята мама на карантине, да? Вот это мам, 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 мам. И мы вот эти видео снимали. Вот, такие бывают, да, ролики. А в основном вот Рамина у нас сама все делает, да? Сама по себе двигает. Умничка. Но они действительно по темпераменту разные, я заметила, да? Вот это больше вот такой живчик-активчик, а это девочка-скромняшка, да? Ну, не совсем. Да нет, не касается. А, это ведь сейчас. Вот она еще маленькая, та маленькая еще, да? Все-таки 7 лет на 2 года. Не совсем у нас. Ранеля, наоборот, еще с огоньком, а Рамина, наоборот, ее как-то в правильный путь, как мать ей вторая. Ага. Разница в возрасте у вас? 2,5. 2 года, да? А вы, мать, молодец, я вам скажу. Спасибо большое. Прям, прям вот. А мне вот интересно, Алина, про вас сказать, вы по профессии кто? Я финансист. О! Вот, а давайте про финансы. Вы монетизируете блок или нет? Вы же финансист. Вообще, сейчас очень много поступ... Вот после этого ролика у меня поступило очень много предложений. Но я сейчас не задумываюсь, потому что я сейчас полностью сфокусирована на развитии детей. Потому что я хочу... Вот сейчас в фильмы пригласили нас по актерской базе, вот пробили ее. Сейчас мы там снимаемся, где-то реклама. Я хочу, чтобы она полностью жила тем, что она хочет. Она, Ранелька, она пока еще только воздушной гимнастикой, но пока у нас нету такого возможности. Здорово. Ну, я очень рада, что вы пришли, посетили нас, тем более вот на волне хайпа вот это вот видео, что к нам попали. Спасибо вам большое. Дальнейших творческих успехов. Спасибо. И пусть уже я прям жду вас на той передаче лучше всех. Прям это вот прям я буду первая смотреть. В общем, удачи вам. Спасибо, девочки. Спасибо, что пришли. Ранель. Спасибо большое, Ранель. Ты слышишь? Да. Мы тебе желаем удачи, всего самого наилучшего, творческих успехов. И, конечно, чтобы у вас прибавлялась ваша армия подписчиков. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова